Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео показ обзор украшений. Стараюсь выдавать такое видео раз в неделю. Я знаю, что у меня очень много зрителей, которые подписались именно на украшения. И для всех тех, кто у меня впервые, хочу сказать, что у меня не только украшения на канале. Я это говорю в каждом видео, именно потому что люди подписываются на украшения, потом видят какие-то другие видео, удивляются, отписываются. В общем, сразу договариваемся на берегу. У меня не только видео про украшения, у меня видео про обзор магазинов, примерки, болталки, все, что мы девочки любим. И да, живу я в Канаде, и украшения мои, цены, которые вы видите, это куплены в наших магазинах, в секонд-хендах, в наших канадских долларах. Как всегда, вначале я покажу затравку того, что я вам буду показывать сегодня. Вот такую легонькую затравочку, вы видите, все очень ярко и красиво, но быстро убираем и начинаем смотреть. Так, у нас сегодня много клипс, так получилось, интересных, странных таких. Я зашла в один магазин, не в тот, который я обычно езжу, в другой. Там было очень много всего красивого, я там не снимала сам процесс покупки, потому что там очень-очень маленький такой уголок с украшениями. Не такая большая стена, как в том, где я обычно снимаю, а прямо уголок. Там толпится 3-4 человека, как правило, и там просто с камеры невозможно не развернуться. Потом они не любят, чтобы там у них снимали, а если много народу вокруг, в общем, кто-нибудь начнет возмущаться. И опять же, там очень близко к прилавку. Ну, короче, я нашла много красивых вещей. Давайте начнем по порядку, вот хотя бы. Так, с клипс. Посмотрите, каких прикольных я набрала там винтажных клипс, которые не маркированы. Знаете, мне кажется, что это или Тайвань, или Корея, вот что-то такое. Вот, может быть, Тайвань. Обычно Тайвань вот такие вот делаю клипсы. Так, сколько они стоили? 7 долларов. Там этот магазин не дешевый. Это не тот, в который я обычно хожу, где цены побюджетнее, а этот магазин подороже, поэтому здесь другие цены. Но, так, смотрите, что-то здесь есть. Нет, ничего. Никаких маркировок. Значит, посмотрите, какие прикольные клипсы. Мне они ужасно понравились. Я не знаю, из чего сделаны эти пластинки. Или это пластик, или это какие-то легкие перламутровые чешуйки. Я не настолько разбираюсь. Боже, пытаюсь их как-то пристроить к своим рукам. Не знаю, как их мне зацепить. Вот уж я великий блогер. Девочки, как-то хорошо умеют это показывать. У меня вечно все падает между пальцем. Смотрите, вот здесь вот босинка. Босинка. И вот такие белокоричневые висюлины. Они потрясающе выглядят на ушах. Падают у меня из рук. Давайте будем рассматривать одну. Так. На металлических колечках вот эти вот пластины. Чешуйки какие-то. Что это такое, я не знаю. Ну, какая-то фигня, конечно, скорее всего. Но выглядят замечательно. Очень забавные. Прикольные. Веселые. Жизнерадостные. Скорее всего, из 60-х, 70-х, наверное. Ну, чудные, правда? Так, еще одни клипсы. Давайте будем, порассматриваем клипсы. Потом вернемся. Значит, из той же серии. Вообще 8 долларов дорого. Тоже винтажные, тоже не маркированные. И очень красивые. Вот здесь, по-моему, стекляшки. А может, и тоже пластик. Там было много-много-много. Я просто все не могла купить, потому что, вы видите, они не дешевые. Ой, зацепилась. Я выбрала те, которые мне больше всего понравились. Здесь нет ничего. Никаких обозначений. Смотрите, как она прикольно сделана. Вот такая вот босинка, шапочка. Тоже, скорее всего, Япония или Тайвань. Почему-то мне кажется, что это из той серии. И вот такие вот веселые. Белокрасные. Аврорабриалис. Вот такие босины. Не знаю, как называется эта форма, девочки. Подскажите мне. Я думаю, что вы знаете лучше меня. Просто праздник какой-то, да? Нарядные. Красивые. Я вам на себе их померю. Будет лучше видно. А то так на руке, конечно, трудно понять. Ну, в общем, вот такие вот веселые. Веселые болтушки. И еще одни клипсы из той же серии, которые я тоже там же приобрела за 7 долларов. Тоже смешные, прикольные. Тоже винтажные, конечно. Тоже без маркировок, но очень милые. Вот такие металлические шарики. Смешные, веселые металлические шарики. Большой и маленький. Шарик здесь. Тоже маркировок нет. Хотя, возможно, что маркировка была на обраслете, например. Но, честно говоря, мне кажется, что они самостоятельные были единицы. И действительно, там было много разных еще вариантов. Я не все купила, оставила некоторые, потому что просто, ну, невозможно все купить. Смотрите, вот эти вообще классные. Они пустые, легкие. Очень прикольные. Как елочные игрушки. Правда, немножко напоминает. Так, следующие серьги. Уже покажу вам окончательно все. И тогда мы с вами уже перейдем к брошям. Что-то он, браслет. Еще одни клипсы, браслет и брошки. Значит, это современные. Это современные серьги. Ну, я знаю производителя этих серьег. Есть у нас такая компания, Kendra Scott. Они делают украшения. Стоили они 7 долларов. Ну, вот на реселе такие серьги стоят 50-60 долларов. В общем, они довольно дорогие. У меня есть два кулона этой компании. Может быть, сейчас я принесу вам покажу. Они всегда делают украшения. Украшения. Ну, как бы не всегда, а очень часто. Вот этой вот формы. Известная компания американская. Верная бижутерная. Вот этой вот формы. Как бы вставки и оправа. И это, скорее всего, перламутр. И все-все украшения у них. Многие, вернее, украшения. У них именно вот этой формы. С разными вставками. Есть кулоны. Есть серьги. Сейчас я вам принесу. У меня есть два кулона. И покажу, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Так, смотрите. У меня есть два кулона. Видите? Такой же формы. Один синий. Один красный. Это стекло. Вот такие вот они прикольные. Я, кстати, их очень люблю. Покупала в Америке. В Канаде они, по-моему... Я даже не знаю, если где-то продаются. Может быть, продаются. Но я что-то не очень видела. В Тьютифре, по-моему, у нас в канадском. Вот такие вот они есть. Я купила их в Америке на каком-то... В каком-то... Алтлите. Они там стоили долларов по 20. А так-то они довольно дорогие. Если вы посмотрите их бренд. Видите? Стекляшка прозрачная. Они очень прикольные. Вот, смотрите. Кисточки классные. И очень жаль, что эти серьги другого цвета. Понимаете? Теперь у меня все... Вот видите? Красный-синий. Я их люблю. Очень часто ношу. Сейчас я вам покажу вот название. По-моему, здесь... Ну, вот это вот. Вот. Вот так называется. Кендра. Кендра Скотт. И серьги вот белого цвета. То есть не в тон мне, не подходящие. Но все равно я их купила. Потому что, на самом деле, они довольно дорого продаются. Может, это тоже стекло. Не знаю. Может, перламутр. Нет, наверное, все-таки стекло. Короче, они эффектно очень выглядят. Эти белые такие. Такой формы странные. Я знаю, что это дорогие. Дорогая компания. Поэтому я их купила. Теперь брошечка. Такая странненькая, да? Очень старенькая. Но я ее взяла. Такая интересная. По-моему, очень старая. Мне кажется, это брошь с сороковых. Если не раньше. Ой, смотрите, какая она интересная. Сзади на заклепке. Может, они сороковые. Не знаю. Но по сюжету, по фасону. Как-то, мне кажется, в 50-е и в 60-е делали уже более такие какие-то навороченные. А это такая совсем... Совсем такая простенькая. Жемчужинки. Смешной такой. Цветочек, цветочек, две жемчужины. Ну, смешная такая, знаете. Просто взяла как для коллекции. Потому что старенькая и очень интересная. Маркировок нет на ней никаких. Иголка длинная. Ну, такая. Прошли коллекционера. Красоты большой в ней нету, если честно. Даже не знаю, буду ли я ее носить. Но вот именно как коллекционная очень старая вещь. Кстати, вот смотрите. Видите, здесь немножко повреждено. Жемчужины не то помыть надо, не то клеем измазали. Но вот смотрите, вот эта жемчужина в лапках. Вот эта. Вот эти три в лапках. А вот эти клеились... Нет, вот эта центральная в лапках, а вот эти вокруг на клею. Интересно. Почему так? Так делали одно, а это по-другому. В общем, не знаю. Ну, смешная такая вещь. Так, еще клипсы покажу вам. По-моему, они не именные. Но я находила их на ресейле. Здесь маркировок нет. Но я, по-моему, находила их. Вот, 8 долларов дорого стоили. Но это, опять же, повторюсь, это не тот магазин, куда я обычно езжу. А ближе к моему, там, где я живу. И там все цены, конечно, подороже. Мне кажется, что маркировок здесь нет. Но я их находила в комплекте. И сейчас... Так, смотрите, очень симпатичные, лаконичные, красивые. По-моему, это кора. Сейчас я проверю. Да, вы знаете, это кора. Я поставлю вам картинку на картинке, на самой застежке. А, ну вот, тоже видно, вот, сохранилась немножко надпись кора. Здесь тоже очень-очень-очень, если сильно приглядеться. Но вот кора имеет вот такой вот, такой недостаток. Но вот по этому значку копирайта, вот который здесь изображен, часто так делали, наносили сюда бренд кора. А вот здесь вот, видите, значок копирайта, по-моему, вот здесь. Си. И вот здесь тоже вроде что-то написано или нет. Да, вот, по-моему. Вот здесь написано. Да. Ну, в общем, короче, продавали их как кора. Очень странно, что всё постиралось. Продавали их как кора. И там действительно, вот здесь вот есть маркировка на самом зажиме. Ну, вот такие вот очаровательные. Простые, но очень лаконичные, изящные, элегантные. Так, дальше у нас брошь «Котик». 10 долларов. Тоже находила его на реселе. Написано, что это винтажная брошь. Что-то немножко ободрано, да, почернение. Так, давайте расстегнём его и рассмотрим. Маркировок, по-моему, нету. Ну, вот так у нас есть магазины, что за 10 долларов можно купить маркированную. А в других за 10 долларов вещь очень сомнительно не маркированная. Но я нашла, что это винтажная брошь. Очаровательная, симпатичная. Чёрное вот это покрытие. Я не знаю, эмаль такая матовая. Видите, чуть-чуть есть сход в некоторых местах. На ухе и вот на хвосте. Но глазки на месте. Кот Леопольд. Помните, у него была тоже такая бабочка. Кристаллики на месте, глазки на бантик. Всё, она, в общем, достаточно хорошо сохранившееся покрытие. Изящная такая сидящая кошка. Даже по виду, по форме этой кошки я могу сказать, что это брошь винтажная. Вот как-то тогда было принято вот так вот изображать котов. Это был очень такой известный сюжет на каких-то на шарфах, на посуде, вот в телевизоре, на картинках. Вот именно вот так вот, такой формы, такой вот посадки с хвостиком вот так изображали котика. А это очень интересная, эффектная тоже чёрная брошь. Красивая. У нас сегодня вообще очень эффектные броши. Но прежде чем мы перейдём к эффектной броши, мы рассмотрим очень эффектный браслет. Ой, девочки, даже не знаю, сколько он стоил. 9 долларов. Не смогла я его оставить, потому что он просто волшебной красоты. Он очень маленький, на маленькую руку мне как раз, поэтому, видимо, он остался, что он ни на кого не налез, ни на кого не налез. Массивный тяжёлый браслет. Маркировок, по-моему, нету. Ничего я не нашла похожего. Давайте просматриваем. Вот понимаете, вот если вот, например, вот эти клипсы я не нашла, я бы не поняла, что это кора. Часто маркировки отрываются. Часто маркировки были какие-то в виде шилдиков, которые тоже были потеряны. Брошь. Браслет сделан очень качественно, очень хорошо. Ничего. Ну, ладно. Он очень красивый. Посмотрите, как будто бы такие коралловые. Я думаю, что это пластик. Конечно, пластиковые вставки. И, опять же, я свою палку куда-то задевала. Нашла. Да, пластиковые вставки и маленькие-маленькие жемчужинки. По-моему, все на месте. Видите, некоторые немножко подоблезли. Некоторые вполне в хорошем состоянии. Вот, сейчас в центре они подоблезли. Но, вроде бы, вроде бы, все на месте. Бесподобной красоты. Шикарная вещь. Так плохо видно. Я вам, конечно, примерю еще так на руку. Но он не застегивается. Что уже хорошо. И довольно плотно сидит. Ну, просто же. Это же просто что-то невероятное. Согласитесь. 14 долларов. 15 вернее. Там были вещи подороже. И я... Ну, я как бы не устояла. Так, маркировки тоже нет. Ничего не нашла. Возраст не знаю. Я, по-моему, плохо показываю. Да. Брошь очень тяжелая. Большая. И видно, что качественная. Красная эмаль. Тычинки, пестики, лепесточки. Эффектнейшая вещь. Шикарная вещь. Не знаю ни бренд, ни возраст. Ничего, ничего не нашла. Ничего подобного. Но мне почему-то кажется... Мне почему-то показалось, что это что-то стоящее. Как вы считаете, девочки? Кто это? Если вы знаете, хотя бы близко, откуда и что это может быть, напишите мне. Ну, вот такая вот бесподобная вещь попалась мне. Так, следующая брошь не менее бесподобная. Значит, эту я вот находила на ресейлах. Написано, что это винтаж. Винтажная брошь. Но маркировок нет. Написано, это тоже ничего не значит. Как бы интернет все стерпит. Но я тоже думаю, что она винтажная. Вот как-то по тому, как она сделана. Посмотрите, обратная сторона. Так, никаких нету маркировок, что да, мы не видим. Что за красота? Кто ее сделал? Кто ее придумал? Кто ее произвел? Ума не приложу. Но это шедевр. Это пластик, скорее всего. А здесь стекляшечки. И все кристаллы на месте, ничего не потеряно. Она просто... Ее надо немножко... Здесь вот помыть. Он какой-то залапанный этот пластик. Она просто шикарная. Просто великолепная. Посмотрите. Ну, она огромная. Ее, конечно, надо на пальто, наверное, на шубу. Хотя для шуб делали специально форклипы, а это брошь. Кстати, сзади вот иголка не такая уж и большая. Она очень тяжелая. Она реально тяжелая. Вот вы чувствуете ее в руках. Это очень... Качественно сделана тяжелая брошь. Ну, красота. Ведь красота. Сама себя. Сама хвалю свое. То, что показывает. Так смешно, на самом деле. Тут я не знаю, что показать. Что сделать вишенкой на торте. Там у меня кулон. Ну, давайте. Я вам покажу эту брошь. А уж кулон оставим для вишенки на торте. Шикарная брошь. Австрийская, по-моему. 15 долларов за нее хотели. Вот это, безусловно, винтаж. Тоже находила я ее. Там тоже было написано, по-моему, что это австрийская брошь. Поэтому я вот так уверенно брякнула. Ну, и видно по обратной стороне. Все видно, что это, конечно, винтажная брошь. Маркировок нету. Хотя австрийские броши часто шли без маркировок. Вот такие хрустали здесь. По-моему, это хрусталики, девочки. Не, даже не стекло, хрусталь. Так, я так вот покажу, потому что она... Ну, посмотрите, какая... Какие камни, какая красотка. Это невозможно просто... Невозможно ее выпустить из рук. Она такая красивая. Тоже, ну, вот чисто для... Как называется... Произведение искусства. Peace of art. Даже не так украшение, как просто вот... Не знаю. Кстати, вот тоже... Все, все, все кристаллы в крапанах стоят, неприклеены. Посмотрите, какие интересные крапана. Кривенькие такие, косенькие все. Вот такая вот. Вот видите, какие здесь интересные крапана. Центральный капошон. Вот такие вещи я очень люблю разглядывать. Старые, качественные, великолепные. Просто великолепная брошь. Просто, просто великолепная брошь. Ну, и сегодняшняя вишенка у нас это кулон. Вы уже видите, да? Я не разгадала его происхождение. Находила в интернете похожее. Написано, что это Германия. Безумно, за безумно, за довольно большие деньги. Сейчас проверю еще раз, чтобы не говорить голосом. Вы знаете, нашла свой скриншот, где я находила ее. Но написано, что это немецкая брошь, ой, немецкий кулон. Но не нашла цену. Но я помню, что я видела такие похожие. Долларов за 150 их продавали. А я купила за 20, по-моему. Ну, в общем, я не смогла без него уйти. Я не нашла точно такой, но нашла очень похожий. И задняя сторона, и передняя, и все. Вот, двадцатку. Опять я кому-то показываю. Не знаю, кому. Это, конечно, шикарнейшая вещь. Давайте его просмотрим. Значит, здесь у нас большой центральный капошон из стекла художественного такого вот, в котором все отражается. Привет, моя лампа. И потому что все отражается, не видно, что он, видите, таким сделан полосками, как будто бы. Бесподобная совершенно оправа. И вот здесь вот один зубчик сломан. Я это видела, но не смогла все равно оставить. Решила, что да, это, конечно, недостаток, но не такой уж ужасный. Так-то все камушки на месте. Вот это вот оправа необыкновенной красоты. Посмотрите. Обратная сторона кулона тоже необыкновенной красоты. Будет не стыдно, если он перевернется вверх ногами. Это Германия или Австрия? Вот, не знаю. Скорее всего, Германия. Теперь он висит на такой цепочке, которая не двигается. То есть он закреплен. И то, что я видела вот в интернете, там именно были вот уже такие две жемчужины и потом цепь, которая тоже непростая. Вот такая вот цепь. Ну и дальше уже идет обычная цепочка. И здесь у нас что? Обычная застежка. Вот такая вот. Здесь ничего. О, здесь что-то написано. Вот видите, как мы с вами всегда находим. Уэст-Джермани. Значит, он немецкий. Все правильно. Значит, то, что я находила, очень похоже на него и очень дорогой. Тоже был Уэст-Джермани. Я еще думала, откуда они знают. А вот видите, здесь у меня вот сейчас я нашла. Нашла, нашла. Ужал. Ну, посмотрите, какой он. Даже обратная сторона какая. Это, конечно, шедевр. Я считаю, что он свои 20 долларов стоит без всякого сомнения. А на ресейле, еще раз повторюсь, их продают очень дорого. Ну, потому что это редкая вещь. Просто прям не хочется перестать его показывать. Даже, опять же, даже не столько его носить, а именно вот сидеть и разглядывать, как произведение искусства. Вот как люди держат, например, всякие арт-объекты, скульптуры там, что-то такое. Так вот это вот примерно у меня вызывает примерно такое же благоговение. Вот так. Надеюсь, что вы налюбовались. Надеюсь, что вы рассмотрели его как следует. Я старалась показать его во всей красе. Вот такой вот у нас сегодня такая вишенка на торте. Безусловно, заслуживающее внимание. Хорошо зашла. Вот удачно зашла, но снимать у меня не получилось в этом магазине. Снимать я там не смогла. Вот такие у нас сегодня находки. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Было очень много замечательных, красивых вещей сегодня. Я надеюсь, что вы со мной согласны. Если вы у меня впервые, я надеюсь, что вы со мной останетесь. А если вы мои старые друзья, то я вам очень рада. Напишите мне комментарии, пишите свои мнения, что вы думаете по поводу этих вещей, которые я купила. И увидимся в следующем видео. С вами Ладита. Всем пока. Всех люблю. Целую. Всем привет из Канады. Бай-бай.